Меня слышно. Рассмотрим с вами мы сейчас организацию сетевой акции в Вики-среде. Для проведения акции на Вики-сибириаде разработан шаблон, каждый раздел которого должен быть обязательно заполнен. Я сейчас в чат брошу ссылку на шаблон, вы можете перейти и посмотреть. Это такой своеобразный помощник, где размещен план по проведению акции. Я ссылку бросила в чат, именно потому что на слайде получается шаблон достаточно мелкий. Вы можете посмотреть шаблон на самой странице Вики. Я прокомментирую сейчас каждый раздел шаблона, но комментировать я буду на примере акции «Кошки в обложках». Для каждого мероприятия на Вики-сибириаде, в том числе и для акции, создается плашка. Это такой цветной прямоугольник с названием и ссылкой на страницу мероприятия. Здесь же указаны даты проведения и размещена картинка-эмблема. Плашки размещаются на главных Вики-страницах мероприятия, на главной странице Вики-сибириады в разделе «Новости». Вы уже видели плашку нашей мастерской, а вот так выглядит плашка, например, акции «Кошки в обложках». Далее идет раздел «Итоги акции». Это будет ссылка на страницу итогов акции, размещена она вверху страницы, так как это более удобно. И следующий под заголовок здесь идет название акции и далее обязательно идет аннотация. Обязательно указываем сроки проведения акции, в течение какого времени принимаются работы и окончательный срок подведения итогов. Далее организатор акции. Указываем свою библиотеку или школу, если вы, допустим, преподаватель. Можно указать ссылку на Вики-страницу библиотеки или школы, если такова имеется, либо ссылку на сайт. Координаторы акции. Может быть, один и более координаторов у акции. Здесь ссылка на личную Вики-страницу обязательно. Участники акции должны иметь возможность связаться с вами и задать вопрос. Информацию о координаторах акции можно разместить двумя способами. Первый способ вы видите вот здесь, да, ссылки на личной странице. А вот это второй способ. Можно вот такую плашку сделать. Вопросы по выполнению заданий можно задать координаторам, кликнув по ссылке «Написать мне». И здесь также ссылки на личной странице координаторов. Следом идет подзаголовок «Кто может принять участие?». Еще раз повторюсь, что в акциях могут участвовать и дети, и взрослые. Но очень редко на Вики-сибириаде проводятся акции только для взрослых. Например, в прошлом году акция была «Когда библиотекари были маленькими?». Здесь по названию понятно. Сейчас проходит акция по разработке акций. Прошу прощения за тавтологию, но по-другому тут не скажешь. Календарь сетевых акций 2019. Естественно, тоже для взрослых. То есть для тех участников, кто уже не новичок в этом деле в разработке акций, кто в прошлом году, допустим, принимал участие в мастерской и понимает, что может самостоятельно разработать подобные мероприятия. Но мы с вами нацелены сейчас на разработку акций и для школьников, и для взрослых. Поэтому в разделе «Кто может принять участие?» вы будете писать в школьники, библиотеки, педагоги, родители, все желающие. Далее идет раздел «Призы и награды». Обычно за участие в акции каждый получает диплом участника в электронном виде, а библиотека или школа или какая-то другая организация – благодарственное письмо. О наградах я еще позже буду сегодня говорить, пока пойдем дальше. Следующий раздел тоже очень важен. Он называется «Что делаем?». Здесь необходимо прописать порядок действий участников акции. Первым пунктом всегда будет стоять запись себя, как участника акции и регистрация на портале Вики Сибириада, если ее пока нет. Этот пункт уже прописан в шаблоне, вот ссылку на который я вам давала в чате, но в акции «Кошки в обложке» его еще не было. Эту акцию мы проводили в 2016 году, и со временем форму шаблона мы, конечно же, совершенствовали. Поэтому в более давних акциях вы можете увидеть некоторые расхождения с шаблоном, которые мы вам предлагаем сегодня. При подготовке акции мы рекомендуем вам самим создать работу, подобную которой вы бы хотели, чтобы создали участники. Во-первых, это будет служить образцом для участников акции, а во-вторых, вам будет проще расписать пошаговый порядок действий для участников и ничего не упустить. Далее идет раздел «В помощь участникам акции». Он тоже обязателен. Здесь размещаются ссылки на обучающие материалы по сервисам, которые могут быть использованы при создании работы. Отдельно необходимо разместить презентацию или видеоролик о том, как ставить работу, созданную участником, в тот сервис, который вы выбрали для сбора работ. Google карта, Google презентация, интерактивный плакат или что-то другое. Как делать такие обучалки, вы уже знаете. На третьем модуле вы как раз этим занимались. Подраздел «Партнеры акции». Этот подраздел заполняют сами участники акции. Здесь они указывают свою библиотеку или школу. Но очень часто случается так, что участники забывают это сделать, забывают внести свою библиотеку в этот список. Поэтому желательно вам контролировать именно в процессе записи участников. Обычно они записывают себя в скобках «Пишут библиотеку». Если вы видите, что этой библиотеки нет в списке «Партнеры акции», вы вставляете это сами. Потому что если вы в конце, когда будете итоги подводить, начнете сверять этот список, во-первых, у вас очень много времени на это уйдет. Проще делать все сразу, чтобы никого не потерять. Это наличие такого списка заметно упростит подведение итогов акции и подготовку благодарственных писем. Далее идет «Юзербокс акции». Что это такое, вы тоже уже знаете. На ваших личных страницах как минимум есть уже один «Юзербокс». Это «Юзербокс мастерской» нашей. И затем в разделе «Участники акции» все желающие сами записываются, указывают свое имя со ссылкой на личную Вики-страницу, а в скобках свою библиотеку или другую организацию. Если из названия библиотеки не ясно, где она находится, я имею в виду «Регион России». Возможно, это не обязательно «Регион России», это может быть и «Страна ближнего зарубежья». Вот, допустим, название «Ташаринская детская библиотека». Пожалуй, только из Новосибирской области коллеги смогут догадаться, что эта библиотека именно в Новосибирской области находится. А вообще многим будет непонятно, где библиотека расположена, поэтому желательно добавлять еще в Новосибирскую область, регион. Первым номером запишитесь сами в качестве участника акции. Это будет наглядным примером записи для участников. Они далее по образцу будут вносить себя и своих читателей. Допустим, библиотекари могут помогать своим читателям принимать участие в акции. В названии последнего раздела страницы акции должен быть прописан коллективный продукт со ссылкой на него, то есть продукт, который вы предполагаете создать общими усилиями. Далее идет краткая инструкция по работе в сервисе еще раз и виджет продукта. В данном случае, в данной акции, это интерактивная книжная выставка «Стенд кошки в обложках». Несколько слов об итогах акции. Итоги размещаются на странице обсуждения акции. Вот страничка акции, название, вот здесь итоги акции, ссылочка, я об этом говорила. Сама страничка находится вот здесь, на странице обсуждения, чтобы вам, как координаторам будущего, это было сразу понятно. Для страницы итогов акции также разработан шаблон. Мы с Еленой Григорьевной обычно его сами вставляем, но я брошу сейчас ссылку в чат, чтобы вы просто посмотрели, что он из себя представляет. Можете перейти, посмотреть. По завершении акции всем участникам, создавшим работу, выписывается диплом в электронном виде, а библиотекам благодарственное письмо, также в электронном виде. И все это выставляется на страницу итогов акции, откуда в любое время участники могут дипломы скачать или разместить на своих личных Вики-страницах. Информация о проведении акции размещается на главной странице Вики-Сибириады. Если у библиотеки организатора акции есть свой сайт, то на этом сайте, возможно, также в библиотечном блоге, если таковой имеется, и, конечно же, в социальных сетях. Оптимальный срок проведения акции – один месяц. Но иногда бывают и исключения. Например, летняя акция может длиться два или три месяца. Вот еще один пример. Последняя осенняя акция, есть в осени особое звучание, она продолжалась почти два месяца. Но там было два этапа, что не совсем обычно для большинства акций на Вики. Ну и тематика, в общем-то, позволяла. Осенью у нас длится три месяца, акция была два месяца. Елена Григорьевна уже говорила сегодня, что в 2016 и 2017 году мы проводили… В 2016 это был дистанционный курс по сетевым сервисам, и в рамках курса участники разрабатывали сетевые акции. Вот пример как раз наиболее удачных акций, которые были впоследствии реализованы. А в прошлом году проходила такая же мастерская, в которой принимаете участие сейчас вы, и в результате еще большее количество акций, если не ошибаюсь, их 13, были реализованы в текущем году. На данный момент сейчас проходит последняя акция из заявленных в прошедшей мастерской, акция «Жива была мама». Сейчас как раз идет планирование акций в Вики на следующий год, и у вас как раз есть замечательная возможность разработать сетевую акцию в рамках мастерской, получить советы от ваших коллег, от кураторов мастерской, что-то доработать и реализовать акцию на портале Вики Сибириада в следующем 2019 году. Библиотека может включать сетевую акцию в свой план работы, как мероприятие, и учитывать количество участников, работающих в акции. Еще мы бы хотели поделиться своим опытом реализации сетевых акций, дать несколько советов по организации работы. Нам кажется, что так будет очень удобно работать. Вот, допустим, смотрите, вы создали страницу акции, Вики-страницу акции, акция уже началась, и к вам записываются участники, начинают создавать работы. Для того, чтобы точно и быстро подвести итоги акции, мы создаем на диске Google папку акций, куда собираем весь материал по ней. А так как мы с Еленой Григорьевной уже провели не одну акцию, у нас есть папка с совместным доступом, которая так и называется «Акции», и в ней располагаются папки по каждой отдельной акции, на слайде вы видите слева. Вот, возьмем, например, акцию, которая вот недавно совершенно закончилась, акция «Большое благородное сердце». Она была посвящена 200-летнему юбилею Тургенева. Для этой акции также была создана отдельная папка на диске Google, справа на слайде вы видите. Здесь расположена обучалка по сервису «Синклинк», так как именно этот сервис был выбран для итогового продукта. Здесь же есть шаблоны диплома участника и благодарственного письма, и также таблица, где велся учет участников и их работ. Вот о таблице я бы хотела несколько слов сказать. Таблица создается по примерному плану, который вы видите на слайде. Его можно варьировать в зависимости от особенностей вашей акции. Как только акция стартовала, мы как координаторы сразу начинаем вести учет участников. Таким образом, меньше вероятности, что вы вдруг потеряете какого-то участника или его работу. Таблица пополняется по мере появления участников в акции и по мере выполнения ими работ. Прокомментирую некоторые пункты из плана. ФИО участника акции это понятно, а вот зачем нужен пункт «ребенок или взрослый»? Мы ведем учет количества взрослых и детей, записавшихся на участие в акции, и количество взрослых и детей, выполнивших работу. Поэтому намного проще сразу отмечать каждого участника, ребенок это или взрослый. Иначе при подведении итогов, имея около 100, а может даже и 200 участников, вам придется заново щелкать по ссылкам на личной странице и выяснять, ребенок это или взрослый. Ведь не всегда понятно по записи, кто это. А цифры для итогов и статистики нам необходимы. Это экономия вашего времени будет. Также мы сразу стараемся учесть другие моменты, о которых мы хотим рассказать в итогах акции. То есть изначально вам стоит это продумать. Например, какие именно работы создавали участники. Допустим, видеороликов было создано столько-то, музыкальных открыток столько-то. Тогда вы делаете пункт для себя в таблице «Тип работы», допустим. И таким образом вы можете вести учет любой интересной и важной, на ваш взгляд, информации, которую вы хотите представить в итогах акции. Помимо учета статистики, случается так, что школьник или библиотекарь записался на участие, но работу не выполнил. А диплом участника мы выписываем только тем, кто непосредственно сделал работу. Поэтому, когда работа создана, я, например, выделяю имя участника зеленым цветом в табличке. Это для меня удобно. Кто-то другой, как какое-то другое для себя определение придумает. Выполнена работа, не выполнена. То есть принцип работы с этой таблицей выбирает координатор для себя сам. Кому-то удобно закрашивать фамилии и имя отчества участника, выполнившего работу в какой-то цвет. Кто-то для себя что-то другое придумывает. Главное, чтобы информация в таблице была понятна координатору и помогла ему быстро и эффективно подвести итоги акции. Вот для примера, скриншот я сделала таблице по акции по Тургеневу. Вот здесь пример, ну здесь сложно понять, но вот координатор выбрал для себя какую-то систему и по ней работал. Что касается географии участников, обычно мы предлагаем сделать гугл-карту с метками, где расположены библиотеки и школы, принимающие участие в акции. Например, здесь есть скриншот карты участников акции «Кошки в обложках». В мини, в таком формате. А гугл-карту желательно создать и расставлять метки уже с начала появления первых участников. На наш взгляд, это проще, чем создание карты после проведения акции. Хотя можно, конечно, и так сделать, просто мне кажется, у вас больше времени на это уйдет. Можно по таблице сделать, которую вы ведете. Да, либо по таблице, которую ведете, можно так же, да. Ну, я бы, например, для себя сделала столбец гугл-карта, чтобы я помнила, я создала метку по этой библиотеке или нет. Ну, допустим, да, как вариант. Некоторые координаторы вместо гугл-карты делают вот такую диаграмму. Мы здесь тоже в уменьшенном виде. Вместо гугл-карты делают диаграмму по регионам участников акции. Приведу еще один пример. Вот этот топ-рейтинг книг о бабушках и дедушках вы уже видели сегодня, Елена Григорьевна подробно о нем рассказала. Просто я хотела еще раз акцентировать внимание, что вот этот топ-рейтинг именно в итогах акции был приведен. Вы можете что-то подобное вашей акции сделать, если это будет уместно, смотря какая тема у вас. Так, еще несколько слов о том, каким образом мы создаем и размещаем в Вики дипломы и благодарственные письма в электронном виде. Для этого мы также используем возможности гугл-диска. Это значительно ускоряет процесс создания большого количества дипломов. Разрабатывается шаблон диплома уже с печатью и подписью руководителя библиотеки или школы, допустим. И данный шаблон загружается на гугл-диск в формате рисунок. Для тех, кто не знает, формат рисунок всегда вот таким красным значком обозначается в гугл. Сразу хочу обратить ваше внимание на название документа. Название документа должно быть оригинальным. То есть вы потом будете скачивать ваш диплом, и вот это название останется у картинки, а потом в эту картинку будете в Вики загружать. Я уже говорила, что у картинки должно быть оригинальное название. Поэтому советую сразу, ну обычно как мы называем диплом, потом одно или два слова из названия акции. Если акция длинная, да, ну вот кошки в обложках просто назвали кошки. И дальше фамилия участника, которому предназначим диплом. Эту фамилию мы каждый раз меняем. Делаем Ивановой Татьяне, допустим, пишем Иванова. Делаем Петровой, пишем Петрова и так далее. После загрузки шаблона диплома на Google Диск, координатор прописывает в дипломе, уже в самом дипломе, вот, да, за примеры я опять же диплом акции кошки в обложках привожу. Вот это шаблон, а вот здесь пустое место. В Google Документе вы сами прописываете фамилиями отчества участника акции и скачиваете диплом в папку на компьютер. Как это сделать, как скачать диплом, тоже показано здесь на слайде. Нажимаете файл, далее из выпадающего окна нажимаете скачать как и выбираете изображение GPS. Все достаточно просто. Потом создаете следующий диплом, меняете фамилию, у вас здесь в названии, да, меняете фамилию, имя, отчество в самом дипломе. Если это ребенок, можно имя, отчество, без отчества, допустим, имя, фамилия. И также скачиваете диплом в папку на компьютере. Еще хотела сказать, все, что вы делаете в Google Документах, это касается и Google Таблицы, и диплома, и других документов Google. Все там сохраняется автоматически. Здесь не нужно искать кнопку «Сохранить», ее просто нет. Это очень удобно для работы, особенно если у вас бывают проблемы с интернетом. После того, как у вас будут готовы все дипломы, они все скачаны в одну папку на компьютере, вы размещаете эти дипломы на Вики-странице итогов акции. Как размещать изображение в Вики, вы уже знаете. Вы загружаете картинку и затем копируете ее название на нужную Вики-страницу. Но так как дипломов у вас будет много, удобнее их будет, конечно же, размещать галереей. На одном из прошлых вебинаров, я уже об этом рассказывала, но кратко повторю. В режиме правка, вот между значками вот этими галереи, да, вот они, вы размещаете ссылки на дипломы. Вот здесь будет название страницы файла. Ставите вертикальную черту и после этого пишите фамилию участника, допустим. В режиме чтения это будет выглядеть вот таким образом. Очень удобно и участник сразу увидит, где расположен именно его диплом, чтобы он не щелкал каждый, потому что достаточно мелко здесь будет прописано фамилия, имя, отчество. С благодарственными письмами, библиотекам и школам мы работаем по такому же принципу. Переходим к практическому заданию четвертого модуля мастерской. На данном слайде вы видите список заданий. Я кратко пробегусь, а далее более подробно прокомментирую, что нужно делать. Итак, первое задание это создать страницу плашки и ссылку, что такое плашка, вы знаете, да, и ссылку на эту страницу разместить в таблице «Шаги к успеху». Далее вы записываете себя в таблице, о таблице я тоже расскажу. Записываете себя в одну из групп, которые будут разрабатывать сетевую акцию. У вас там будет рабочий лист. На рабочем листе в Google документе вы работаете группой. После того, как вы разработали акцию на рабочем листе, вы создаете в Вики-страницу акции по шаблону. О шаблоне я тоже вам уже говорила. На странице акции должны быть заполнены все разделы и вставлен образец итогового коллективного продукта с примерами работ участников акции. Более подробно тоже об этом расскажу. После того, как вы акцию создали, вы голосуете за лучшую сетевую акцию, созданную участниками курса в четвертом модуле. И далее, после выполнения всех заданий, мы просим вас заполнить итоговую анкету «Рефлексию». И тоже отметить это задание нужно в таблице «Шаги к успеху». Это я очень кратко сейчас пробежалась, а теперь более подробно о каждом задании. Итак, в четвертом модуле, как уже было сказано, предполагается групповая работа. Но первое задание модуля «Создать плашку для акции» – это отдельное задание для каждого участника. Можно создать плашку как для вашей будущей акции, которую вы планируете разработать, так и для любой акции, которая могла бы быть. То есть каждый участник мастерской создает свою собственную плашку. Для каждой плашки создается отдельная страница на Вики-Сибириаде. Как это делается? Вы открываете свою личную страницу на Вики, входите в режим «Правка» и в разделе «Мои страницы» или в любом другом подходящем по смыслу разделе вы пишете в двойных квадратных скобках следующее. Вот я сейчас покажу на слайде, что вы должны написать. Вот в двойных квадратных скобках плашка, пробел, акция, пробел и далее идет название вашей акции и закрывающиеся двойные скобки. Я сейчас то же самое скопирую в чат. Вот такую надпись вы пишете в режиме «Правка» и сохраняете страницу. И данная ссылка будет гореть красным цветом. Подобным образом вы уже создавали электронно-читательский дневник во втором модуле. Переходите по этой ссылке, то есть эта страница еще пустая, и она сразу откроется в режиме «Правка». Сюда вам необходимо будет скопировать вот эту схему-шаблон. Вот она полностью, вот это вот все вам нужно скопировать на страницу. Копировать нужно все, начиная с открывающих схему фигурных двойных скобок и заканчивая вот этими вот надписями. Non-Include, категория шаблона, Non-Include. Итак, сохраняйте страницу, чтобы шаблон у вас уже остался. Затем снова в режиме «Правка» вы вносите изменения. Что вам нужно здесь поменять? Вы меняете название вашей акции. Вот здесь «Акция», и вот здесь вы пишете «Добавляем видео на карту». Это была такая акция. Вы меняете название вашей акции. Так как это тренировочное, можно сказать, задание, то на самом деле здесь должна стоять ссылка на страницу акции. Здесь ее пока вам не нужно делать. Просто название поменять, и все. Далее вот здесь можно прописать дату акции. Можете написать абсолютно любую дату. Это сейчас совершенно не важно. Если у вас возникнет желание, вы можете поменять цвет фона и рамки плашки. Поэкспериментировать с цветами, используя таблицу цветов HTML. Но это не обязательно. Но вы смотрите, вот эта строка обозначает высоту плашки 70. Вы ее не меняйте. А вот здесь, вот это вот, вот эти следующие три строки, это как раз цвета, которые вы можете поменять. Можете оставить, какие здесь есть. Вот это вот фон, белый фон цвет white стоит. Можете поменять его на какой-то другой. Вот это border color означает рамка плашки. В данном случае вот эта вот плашка, это оранжевая рамочка. Видите, да? Можете поменять цвет, если захотите. А вот эта строка означает корешок шаблона. Вот этот вот толстый. Это тоже оранжевого цвета в данном случае. Если хотите, можете это оставить тоже оранжевым цветом. В данном задании мы не требуем ничего менять. А вот следующую строку вам нужно будет поменять. Это картинка-эмблема вашей акции. Ну, в данном случае вот здесь вот будет она располагаться, да? Что вам нужно сделать? Вам нужно сюда вставить картинку-эмблему. Изначально вы подбираете любую подходящую под тему акции картинку, загружаете ее в Вики или выбираете уже загруженную в Вики картинку. Но для вставки в эту схему, да, в плашку, вам нужно будет скопировать название загруженной картинки без слова «файл». Вот здесь даже вынесено, да, без слова «файл». И вставить вместо вот этой записи вот сюда. Так, строка ниже, вот это, это размер картинки. Ну, я не рекомендую вам его менять. Пусть останется цифра 80. Так, ну вообще, чем больше цифра, да, тем больше будет картинка. И плашка, соответственно, увеличится. Далее внизу вот эта надпись. Почему-то вот в прошлом мастерской коллеги забывали ее копировать. И плашка не получалась. Вот эта надпись обязательно должна присутствовать. И здесь вам тоже нужно будет поменять название вашей акции. Вот здесь, видите, опять красным выделено. Вот здесь еще раз вам нужно написать название вашей акции. Эта надпись идет, здесь идет надпись, что нужно вставить, чтобы плашка появилась на странице Вики. Поэтому здесь тоже обязательно изменения нужно внести. После создания страницы плашки мы советуем вам проверить, все ли вы верно сделали. Вы копируете вот эту вот надпись, вот эту вот, вместе с двойными фигурными скобками, открывающими и закрывающими. Вот она зеленым цветом выделена. В эту надпись копируете и вставляете куда-нибудь, например, к себе. Я вот проверять буду, как ваши плашки, допустим. Я копирую эту надпись и вставляю к себе на страницу в Вики. И нажимаю предпросмотр. Если я вижу плашку в предпросмотре, все в порядке. Я вижу картинку плашки, я вижу название, вижу дату. То значит плашка работает, все правильно. Если что-то вы сделали неправильно, то, скорее всего, вы плашку либо вообще не увидите, либо увидите какие-то козябрики, либо красную ссылку. Значит, что-то вы сделали неправильно. Вам нужно еще раз зайти в режим правка и проверить очень внимательно, что не так. После того, как все получится, вставьте ссылку на Вики страницу плашки в таблицу «Шаги к успеху». Итак, давайте подытожим, что обязательно вы должны изменить в шаблоне плашки. Это название акции, дату, в принципе, можно не менять. Дальше должна быть обязательно вставлена картинка, соответствующая теме акции. И изменено название вот в этой нижней строке. Это обязательно. Если у вас будет желание поменять цвета в плашке, то пожалуйста. Второе задание групповое – разработать сетевую акцию, которая должна быть связана с книгой, естественно. Для этого вы сначала выбираете группу, в которой будете работать. Я сейчас брошу в чат ссылку на эту таблицу, чтобы вы могли пройти и посмотреть. Значит, вы проходите по ссылке, можете через презентацию. Также эта ссылка есть на странице четвертого модуля. Переходите в эту таблицу и записывайте себя в одну из групп. И делайте ссылку на вашу личную Вики страницу. Если кто-то из вас параллельно с нашей мастерской принимает участие в акции под названием «Календарь сетевых акций 2019» и, соответственно, уже разрабатывает свою акцию там, да, то вам не нужно сюда себя записывать. Вам достаточно будет доработать свою акцию и разместить ссылку на нее только в таблице «Шаги к успеху». Если же вы не принимаете участие в акции «Календарь сетевых акций», то записывайтесь в одну из групп здесь, вот в этой таблице, и разрабатывайте вашу акцию с группой здесь. Если вы чувствуете в себе силы разработать сетевую акцию, или вы, возможно, это делали уже раньше, вы можете записать себя в качестве куратора группы. То есть вы записываетесь в группе первым номером, да, вот в этой строке. Это значит, что вы хотите быть куратором группы. И к вам могут примкнуть другие коллеги по мастерской, по желанию, конечно. У каждой группы есть свой рабочий лист, где вы будете разрабатывать акцию. Ссылки на рабочий лист есть уже у каждой группы. Вот они находятся вот в этой строке. Допустим, группа номер 2, да, вот здесь ссылка на ваш рабочий лист. А дальше идет список участников данной группы. Так, для того, чтобы не делать лишних правок на Вики-странице, вам проще будет сначала разработать акцию именно в Google Документе. Здесь можно одновременно вносить правки. Вот так выглядит рабочий лист. Он создан по шаблону сетевой акции для Вики-сибириады, о котором я сегодня уже говорила. Что вы здесь делаете? Вы пишете название вашей акции, вписываете всех участников группы в координаторы. Обязательно должна быть аннотация, сроки проведения. Здесь уже попробуйте примерно прикинуть, когда лучше провести вашу акцию. Когда это будет уместно или когда вам это будет удобно. Конечно, сроки, возможно, потом будут варьироваться. Также прописывайте, кто может принять участие в акции и что делают участники акции. Раздел «Что делаем» – это пошаговая инструкция для участников акции. Это понятно, я уже говорила об этом. Тоже обязательно нужно прописать пошаговую инструкцию. В разделе «В помощь участникам акции» вы размещаете обучающие материалы, ссылки на них. Вы можете разместить здесь обучалки, которые вы делали в третьем модуле, если они будут подходить под вашу акцию, под те сервисы, которые вы решите выбрать. Вы можете использовать обучающие материалы, уже созданные кем-то, и размещенные в сети интернет в свободном доступе. Но в таком случае вам обязательно нужно будет указать автора инструкции и сделать ссылку на тот ресурс, откуда вы взяли эту обучалку. Это, вы понимаете, необходимо для того, чтобы не нарушать авторские права и корректно заимствовать чужие материалы. Также здесь еще есть раздел «Итоговый продукт». То есть вам с группой нужно будет обсудить, в каком сервисе вы будете создавать свой итоговый продукт. И в данном случае просто прописать, прописать, так, а что здесь написано? Необходимо создать и разместить коллективный продукт в этом разделе. Для ставки виджет используйте код. Вот на рабочем листе можно прописать просто название сервиса. Когда у вас все будет готово, вы договариваетесь с коллегами, кто будет размещать на странице Вики Сибириады то, что вы сделали здесь, на рабочем листе. То есть вам нужно будет перенести уже практически готовую акцию в Вики Сибириаду. Итак, вы создаете Вики-страницу акции. Также таким же способом, как вы создавали страницу для плашки, например. Вы на своей личной странице в режиме правка в двойных квадратных скобках пишете акции, название вашей акции. Вот я сейчас покажу на слайде. В двойных квадратных скобках акция и название акции. Очень просим вас не использовать кавычки, потому что в Вики Сибириаде желательно при создании новых страниц, нежелательно это делать. И создаете Вики-страничку. Затем копируете вот эту надпись, вот эту вот, это шаблон страницы акции. Естественно, копировать нужно вместе с фигурными квадратными скобками. Копируете эту надпись и вставляете на вашу страницу акции, сохраняете и разворачивается шаблон акции. Вот, вот такой примерно у вас будет шаблон. О шаблоне я уже говорила. И далее вы заполняете все разделы в шаблоне. Раздел организатор можно пока пропустить, особенно если у вас в группе будет много участников из разных библиотек, из разных регионов. Но либо вы можете записать все ваши библиотеки, как хотите. Далее, вот здесь я не буду комментировать каждый раздел, я это уже делала в самом начале своего выступления. Помимо того, что вы перенесете информацию из рабочего листа на Вики-страницу акции, вам нужно будет также разработать плашку уже именно для этой акции. Здесь вы можете, например, разделиться. Кто-то в группе будет разрабатывать плашку, кто-то будет переносить информацию с рабочего листа на Вики-страницу, кто-то будет делать коллективный электронный продукт в выбранном сервисе. Это вы все в группе решите самостоятельно, как вам будет удобно. Но я хочу обратить ваше внимание на то, что на Вики-странице нельзя работать коллективно. Если в Google-документах мы можем это делать, одновременно вносить правки, то на одной Вики-странице одномоментно может работать только один человек. Елена Григорьевна уже сегодня об этом говорила. Иначе будет конфликт редактирования, испортится текст. Помните об этом, когда будете договариваться, кто и когда будет работать на Вики-странице вашей акции. Что касается коллективного электронного продукта, то обратите внимание еще вот на что. Допустим, вы выбрали интерактивную доску или интерактивную карту. Каждый участник группы должен сделать работу для этого итогового коллективного продукта. Например, вы выбрали интерактивную карту. То здесь тогда каждый участник вашей группы делает свою метку. Если это интерактивный плакат, то каждый участник вашей группы делает свою заметку по теме акции на этом интерактивном плакате. В таблице «Шаги к успеху» каждый участник группы вносит ссылку на акцию, которую вы группой разрабатываете, и ссылку на свою работу, которую он сделал в рамках этой акции. Единственное, если у вас коллективным продуктом будет карта Google, вы не сможете сделать ссылку непосредственно на вашу метку. Но тогда вы можете просто написать в ячейке «метка на карте» или «да», слово «да» просто. Если же ваша работа размещается в интернете, то лучше дайте ссылку непосредственно на нее. Например, это может быть Google «Презентация», «Облакослов», «Инфографика», «Музыкальная открытка» или что-то еще. Создание юзербокса в рамках мастерской не является обязательным заданием, но если вы планируете в дальнейшем реализовать вашу акцию на Вики Сибириаде, то желательно вам юзербокс уже сделать. Если что-то не будет получаться, вы сможете обратиться к кураторам мастерской, они вам помогут. А если все получится, то вам не придется тратить время на разработку юзербокса уже перед стартом вашей акции. То есть в любом случае вам придется разрабатывать юзербокс. Если вы будете разрабатывать юзербокс, то вам также, как и для плашки, необходимо будет создать отдельную Вики-страницу. И в юзербокс обычно вставляется та же картинка обычно, что и на плашке, хотя это необязательно. Данный слайд-презентация будет вам в помощь. Но если юзербокс можно пропустить, то виджет итогового продукта вам нужно будет вставить на Вики-страницу вашей акции обязательно. На одном из прошлых вебинаров я уже рассказывала, как это сделать. Вы вставляете виджет при помощи вот этой формулы, которая также обрамняется двойными фигурными скобками. Вставляете ее в раздел «Коллективный или итоговый продукт». И далее можно здесь варьировать ширину и высоту виджета. Скорее всего, придется вам это сделать, чтобы было более наглядно и красиво. И сюда вставляете код вашей работы. Далее это уже зависит от сервиса, где брать код и какой код. Если будут возникать вопросы, можете обращаться к кураторам. И после того, как вы разработаете вашу акцию, создадите страничку, заполните ее полностью и выполните работы с вашей же акцией, будет организовано голосование на лучшую сетевую акцию. Я сейчас брошу ссылку в чат на страничку голосования, просто чтобы вы посмотрели, как она выглядит. Вам нужно будет перейти по ссылке на эту страницу, познакомиться с сетевыми акциями, список которых размещен на этой странице, и проголосовать за три акции, которые вам понравятся больше всего. На данный момент здесь размещены акции, которые разрабатываются в рамках календаря сетевых акций 2019. Этот список будет дополнен вашими акциями, которые вы разработаете в рамках нашей мастерской. Именно поэтому сейчас голосование закрыто. Анкета для голосования откроется 28 ноября в 0 часов по Москве. Завершится голосование 30 ноября в 24 часа по Москве. А подведение итогов голосования планируется на 4 декабря. И, пожалуйста, обратите внимание, что голосование за акцию, в разработке которой принимал участие голосующий, учтено не будет. То есть за свою акцию не голосуйте, этот голос не будет учтен. И после того, как вы выполните все задания, вы можете заполнить анкету, завершающую работу в нашей мастерской. Анкета пока тоже закрыта. Она будет открыта также 28 ноября. На этом у меня все. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, можете задать их в чате. Очень много информации сегодня. Так, я хочу еще раз прокомментировать. Значит, задания этого модуля лучше выполнять либо одновременно первое и второе, либо сначала делаем второе задание. Понятно, да, потому что это коллективное задание, и вам нужно как можно быстрее приступить к созданию коллективной, коллективно разработать сетевую акцию. Вот, то есть я прошу, значит, открыть сначала табличку, внести себя, ну, самовыдвижение приветствуется. То есть мы будем добавлять баллы тому, кто возьмет на себя, кто запишется под цифры 1 и будет помогать, будет организовывать работу вашей группы. То есть вот кто готов на себя это взять, пожалуйста, записывайтесь и начинайте уже сегодня желательно приступать, ну, завтра хотя бы приступать к выполнению этого задания, потому что задание достаточно большое. Второе, что я хочу еще уточнить по юзер, так, это юзербокс, по плашке, так, это 21 страница, по плашке. Значит, еще раз обращаю ваше внимание, для того, чтобы сделать плашку или юзербокс, мы создаем в Вики специальную страничку. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы нам не нужно было каждый раз весь вот этот код прописывать, а для того, чтобы мы могли вставлять шаблоном. Вот в двойных фигурных скобках написано плашка, акция, такая-то, фигурные скобки закрылись. То есть, вот одной этой формулой мы можем вставить плашку на любую страницу. Поэтому всегда нужно создавать отдельно для плашки и для юзербокса страницу. На что еще хочу обратить внимание? Итак, страницу вы создали. Вам нужно скопировать вот этот код. Вот код и ниже то, что идет после. Вот всю вот эту надпись вам нужно скопировать полностью. Вот это все. До слова перечеркнутого no include и до угловой скобки. Все мы копируем и вставляем на свою страничку. На странице модуля четвертого я вам вставила вот эту, вот это все. То есть, вы можете вот это все скопировать со страницы модуля четвертого и вставить полностью на свою страничку плашки в режиме редактирования. На что нужно обратить внимание? Обратите внимание, значит, вот название title, заголовок, это понятно, вы меняете текст, вы меняете даты, тоже понятно. И дальше, по желанию, меняете цвета. Обратите внимание, ссылка на таблицу цветов HTML, она также есть. И я ее даже близко к коду разместила. То есть, можете выбрать любые цвета. Обратите внимание вот на вот эту строчку, которая имидж, образ, картинку обозначает. Посмотрите, вот здесь название страницы без слова файл. И даже здесь мы прописали часть названия страницы изображения, то есть удалено слово файл, двоеточие. Только название картинки, как она у вас там называется, и точкой после расширения JPG, PNG, там GIF, не важно что. Вот, пожалуйста, помните, иначе у вас, если вы что-то здесь забудете, оставите слово файл, у вас картинки не будет. Вот. Так, еще были вопросы в чате по поводу, сколько человек может... Может, вот смотрите, если вы в календаре сетевых акций участвовали в единственном числе, а у нас каждый участник, да, а не группа участников, каждый участник разрабатывал акцию. Если вы там разработали акцию, вы один, вы себе эту ссылку можете поставить. Если вы хотите разработать акцию в группе, да, пожалуйста, разрабатывайте сначала все. То есть берите, ну, как все это делают, создавайте сначала страничку, на которую вы будете разрабатывать, а затем в Google документах, затем всю информацию переносите на свою уже вики-страницу акции. Вот, то есть я думаю, что вот будем работать так. Еще есть какие-то вопросы? О материалу сегодняшнего модуля. Так, я сейчас нажму запись. Спасибо.